здравствуйте дорогие друзья компания санаториумс является вашим персональным помощником по выбору санаторно-курортного лечения и сегодня мы проведем для вас видеоэкскурсию по санаторию свобода покажем какие категории номеров предлагаются как организовано питание а самое главное узнаем возможности для лечения и возьмем интервью врача санаторий свобода находится на курорте марианские лазни в тихом районе в окружении лесопарковой зоны всего в 280 метрах от колоннады минеральных источников для того чтобы оценить расположение санатория свобода на курорте марианские лазни предлагаю на него посмотреть с высоты птичьего полета марианские лазни в кастрюле марианские лазнис В анатории 131 номер различных категорий. Нет приспособления для людей с ограниченными возможностями. Подключение к интернету посети Wi-Fi. Для гостей бесплатно. Для удобного перемещения гостей по зданиям есть несколько лифтов. Двухместный номер комфорт. Замки электронные на карту. Площадь данной категории от 22 до 30 метров квадратных. Номер состоит из просторной прихожей и совмещенного санузла. И спальные комнаты. Здесь установлена большая двухместная кровать размерами 180 на 200 сантиметров. Ее можно раздвинуть. В спальной комнате в шкафу установлен сейф. Халаты и тапочки вы можете бесплатно получить по запросу на рецепции. Также есть телевизор в том числе и с российскими каналами. И холодильник без мини-бара, который можете дополнить по запросу. Из спальной комнаты есть выход на балкон. Давайте посмотрим на него. Вот так выглядит балкон. Он есть в некоторых номерах данной категории. Вид открывается на улицу и на лес. В совмещенных санузлах установлен ванны со съемным душем. Есть набор полотенец и косметические принадлежности. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. На полу ковровое покрытие. Нет климат-контроля. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную оплату. Только что мы увидели, какие категории номеров предлагаются. А сейчас предлагаю ознакомиться с питанием. Завтрак проводится в виде шведского стола. Ресторан на 200 посадочных мест. На завтрак из напитков предлагается вода, несколько видов сока, чай, кофе, молоко. Разрешите представить, Мартин Шима работает в гастрономии с 2000 года. Здравствуйте, Мартин. Привет. Расскажите, пожалуйста, что и как вы готовите для ваших гостей на обед и ужин. На обед у нас два мясных блюда и одно вегетарианское. Два вида гарнира. На ужин также предлагаем два мясных блюда, вегетарианские блюда, блюда из рыбы и четыре вида гарнира. В ассортименте всегда есть отварные овощи, овощи на гриле, гарнир из картошки, разные каши и, конечно же, чешские кнетники. Что предоставляется гостям бесплатно на обед и ужин из напитков? К обеду и ужину бесплатно подается вода. Также есть возможность заказать напитки из меню, например, вино или пиво. Есть ли у гостей возможность диетического питания в вашем ресторане? Если гость придерживается диеты, то он может прийти в ресторан и договориться. Мы относимся к каждому индивидуально, стараемся удовлетворить все нужды гостей на диете. Благодарю вас за интересную беседу. Я бы хотел пригласить всех к нам в отель «Свобода» и непосредственно в наш ресторан попробовать самые вкусные блюда. Мы находимся в санатории «Свобода» с врачом Джамилем Мамукуловой. И главный вопрос, как устроено здесь отделение лечебной «Свободы»? Значит, в санатории «Курорт» «Свобода» у нас находится несколько отделений. Это отделение больниологии, отделение лечебной части, где мы работаем двое врачей и миссёстра. Миссёстра у нас работает по 12 часов каждый день и суббота и воскресенье. Мы, врачи, работаем с понедельника по пятницу по 8-часовое время. В принципе, у нас есть ещё 24 часа врачебной службы. То есть наши пациенты могут всегда обратиться к врачу, даже ночью. Прежде чем посмотреть, как устроено лечебное отделение, как проводятся процедуры, давайте поговорим о том, какие пациенты сюда приезжают и какие вы применяете для этого методики. Дорогие друзья, мы находимся в санатории «Свобода» у старшего врача санатория Джамиле Мамукуловой. По профессии Джамиля врач-терапевт и врач реабилитационной физикальной медицины. А также вы имели большой опыт работы в Праге в больнице. Да, в терапевтическом отделении. И также работала и на психиатрии тоже. Сейчас поговорим о «Свободе». Как тут проходит лечение? Чаще всего какие пациенты приезжают в «Свободу»? Какие показания для лечения? Наш отель, в принципе, небольшой, больше семейного характера, уютненький. В нашем отеле в основном 90% чехов. Чехии приезжают по страховке на длительное время, от двух до четырех недель они у нас лечатся. Поэтому здесь больше чехских пациентов. А так где-то 10% у нас лечатся пациенты из России, из Германии, из Израиля. У вас основная индикация назначения? С какими диагнозами, с какими патологиями? В принципе, у нас мы лечим, можно сказать, все направления медицины. В основном у нас, конечно, в первую очередь, приезжают пациенты с урологическими проблемами. Проблемами с почек. Это нефрологические пациенты, потом операции, если сказать нефрологические, то у кого камни в почках, пациенты с заболеванием после операции пристательной железы, потом у нас идут пациенты онкологические, потом заболевания дыхательных путей, да, это астма и дальше хронические бронхиты, конечно. В этом направлении, в основном, пациенты. Чаще всего, конечно, приезжает еще онкология грудей после операции. Опорно-двигательный аппарат после операции. Растиохондроз с изменениями позвоночника, различные операции, да. То есть у нас здесь и проводится реабилитация, у нас есть физиотерапевты опытные с очень хорошим стажем. Работы, да, еще после операции на суставах, это эндопротез. Такие пациенты к нам тоже приезжают, то есть умеем после этого как бы заниматься этой реабилитацией, восстановить полностью этот сустав, научить их ходить как бы самостоятельно, без опоры, приезжать к нам с женским этим, но у нас как бы на свободе мы совершенно этим не занимаемся. Я считаю, это больше уже другие курорты, да, чем у нас. Поэтому, а так, ну бывает иногда это после онкологии, опять же, после ампутации там яичников, да, онкология была. Такие пациенты тоже, как бы восстановительный идет период, да, после химотерапии, после лучевой диагностики. То есть мы этим тоже занимаемся. Всю онкологию мы здесь и лечим, и лечим также такие заболевания, как заболевания крона, кишечника, язвенный колит. Ну вот эти аутоиммунные заболевания, то есть и пробуемой водой, источниками заняться этим лечением. В принципе, для сердечных заболеваний, для кардиоваскулярных заболеваний, бывает у нас тоже, но не чаще, ну бывает мало таких пациентов после инфарктов, но желательно после инфаркта приезжают к нам после 6 месяцев, желательно. Все равно я просто на своей практике вижу, здесь как бы в Чехии можно, если так бы не был, был несложный инфаркт, да, после 3 месяцев, но мне кажется, что это очень все равно нагрузка на сердце, потому что минеральные ванны, они очень интенсивные, поэтому желательно после 6 месяцев приезжать, если вот из стран, из постсоветских стран, желательно приезжать после 6 месяцев к нам на лечение. То есть у нас тоже восстановительное лечение здесь идет полностью, в общем целом организма. Ну и, конечно, на психику курорт Марианские лазни, он один из самых замечательных курортов Чехии. В Чехии находится же 33 курортов, а одна из лучших, даже по Европе можно сказать, что здесь она на высоком уровне, да. Именно если взять нашу свободу, мы, в принципе, находимся в центре, да, в Марианских лазни, очень мы близко находимся к источникам, да, Рудольф, Крисовый, Каролина, здесь рядом Амброжев, вот Балбинов, эти источники очень близко к нам находятся, тоже очень удобно как бы здесь прогуляться, да, расположение очень удобное. Минеральная ванна у нас, ванна в нашем доме тоже очень с большим задержанием углекислого газа, у нас даже в коридоре есть Иозеф, источник Иозефа, вот в ней наши пациенты и купаются. Также у нас привозят грязи, грязи, они серно-железистые, очень хорошо держат тепло, так как там большое содержание серого железа, а сера как бы логично уже как бы идет на восстановление всех нервов через кожу, восстановительную функцию нервной системы. И, конечно, улучшает кровообращение, а если улучшается кровообращение, кровоснабжение, то улучшается выделение гормонов наших собственных, которые лечат, опять же, наше собственное воспаление. То же самое и минеральные ванны. Потом у нас очень как бы знаменитые газовые уколы, я думаю, это мое личное мнение, газовые уколы, я считаю, что настолько они хороши, если даже просто поколоть сустав, например, иголочкой, уже организм, он сбрасывает простагландины, противовоспалительные вещества, и уже начинается лечение этого места, воспаление. То есть организм, он как бы иммунитет так реагирует. А здесь еще с газами. Я тоже часто хожу на газовые уколы, пару раз ходить, и у меня шикарно отходят боли. Она имеет обезболивающий эффект, противовоспалительный, и мышцы расслабляют. Поэтому я думаю, что у пациентов с артрозой она в самый раз. Сейчас ее очень широко применяют, вообще начали применять этот углекислый газ, начали ее изучать, даже пишут книги. Бывает у нас здесь и семинары на счет газовых уколов. Сейчас у нас даже применяется против морщин, уже как бы здесь... Даже косметическое, косметическое. Да, косметическое применяется, можно и двойной подбородок, где-то тоже можно. В принципе, можно ее колоть везде. Поэтому у нас здесь медицинская часть очень хорошая, качественная, потому что мы смотрим, какими иголками лучше, чтобы пациенту не было так неприятно при аппликации этих газовых уколов. Но я еще забыла самое главное сказать, что у нас очень хорошо здесь мы лечим этот сахарный диабет. Потому что, опять же, все вот эти воды, которые минеральные ванны, газовые уколы, газовые мешки, они все как бы улучшают кровообращение в мелких сосудах, капиллярах, которые питают нервы. К этому я еще часто пишу, к сожалению, в нашем отеле этого нет, но мы стараемся сейчас договорить с другими отелями нашего LCT. Это у нас гальванические йоти есть, в ванны. Это мы тоже умеем лечить, что я, что моя коллега. То есть мы как бы пациента берем со всех сторон, как бы говорится. И очень пациенты потом хвалят, что даже в течение двух-трех минут, я имею в виду чехов, которые у нас долго находятся, что уже какой-то эффект есть, что они начали чувствовать пальчик на ногах. И вот к нам очень много приезжает пациентов с сахарным диабетом. А так другие уже как бы массажи, это уже как бы к этому. А самое главное, значит, у нас минеральные ванны, грязевые аппликации, газовые уколы, мешки с углекислым газом. То есть весь углекислый газ, он сепарируется с воды, с маринского минеральной воды. То есть в местных источниках? Да, в местных источниках, очень насыщенные. Расскажите, пожалуйста, о возможностях лечебного отделения. Какие процедуры есть? У нас, так как мы трехзвездочный отель, у нас еще есть минеральные ванны, грязевые аппликации, газовые уколы, газовые мешки, электролечение, конечно, обязательно, физиотерапия, различные массажи у нас есть, то есть уже дополняющие к основному лечению. То есть вот эти наши главные процедуры, то, что я перечислила. Еще, так как мы трехзвездочный отель, у нас еще есть стандартные процедуры. Это гидроджет, это массажная постель с водой под покрытием, то есть под большим упором. Это в основном находится в четырехзвездочном отеле, но так как нам это тоже дали. То есть мы в этом плане, я думаю, что лечение не так отличаемся от четырехзвездочного отеля. В принципе, у нас все есть, да. Есть различные гимнастики в воде, сухие гимнастики. То есть наши, например, иностранные пациенты тоже туда ходят очень с охотой, да. Так как у нас, к сожалению, нет фитнес-зала, все наши пациенты, в принципе, они могут ходить в Патфик, там тоже целый день фитнес-зал открытый, и, как можно договориться, можно и на звезду. Там, как вы знаете, там огромный, да, этот фитнес-центр, очень хорошими качественными тренажерами. Ну, то есть, в принципе, возможностей достаточно много для лечения всех групп заболеваний, которые вы перечислили. Да, да, да. Для трехзвездочного отеля я считаю, что здесь отличное, отличное лечение. И, соответственно, цена как бы доступная, я считаю. Есть ряд вопросов, которые чаще всего задаются, когда пациентам после онкологического лечения стоит переехать на курорт. Вот эти сроки, от чего отталкиваться? Кто-то уже рвется просто через месяц. Онкологическим пациентам, в принципе, они могут приехать после окончания химотерапии или лучевой диагностикой, они могут приехать сразу, в принципе. И после операции тоже, например, на суставах тоже могут приехать к нам через месяц-два месяца. Ну, как бы уже колено, когда же восстановится. Ну, это не онкологический пациент, потому что вот это такой животребный, чувствительная тема такая, потому что хочется восстановиться. Конечно, я думаю, что после онкологии можно сразу приехать к нам на лечение. После лечения, да, онкологических. После операционный период можно провести у нас. После лечения химиотерапии или лучевой диагностикой. А тут как-то возможности отличаются же, да, в количестве процедур и возможностей? Конечно, в экологические пациенты мы не принимаем горячие процедуры, да, это как грязи или парафин на руки. Приезжают ли на лечение в санитаре свободы дети? Конечно, конечно, дети тоже приезжают, но у нас есть для них тоже, как бы, процедуры. Это в зависимости от скольки до скольки лет. Ну, осмотр у нас, как бы, если что-то непонятно, мы отправляем педиатру. В принципе, я тоже осматриваю этих детей. Пишутся им очень легкие процедуры, да, как ингаляции или поликисловые мешки, или газовые мешки, да, можно сказать. Минеральные ванны тоже, мы можем массажей. У нас есть программа специальная для детей. Часто не приезжают, но периодически у меня бывают, да. Ну, в основном дети с родителями приезжают. От 4 до 12 лет мы назначаем и, конечно, им источники тоже, что пить. Мы проводим тоже лечение, осмотр можем. Но есть какие-то эти, конечно, мы отправляем сразу педиатру. Педиатру у нас есть в центральных лазнях. Чехи, ческие врачи с большим опытом тоже. Вот к ним и отправляем на консультацию, в основном. Или можем отправить и в городе к педиатру. У нас есть специальные договора с педиатрами здесь, в Марианских лазнях. Вот мы их отправляем к ним, потом они нам пишут назначение. Главное, чтобы не было врожденных каких-то изменений у детей. Были какие-то ванамнезы, да, если есть, а тогда там уже как бы лучше же с педиатром. А так, в основном дети приезжают практически здоровые, да. Чаще всего вот инфекция мочевых путей у детей чаще всего у нас вот лечится. Поэтому очень довольна. Ребенок очень пьет воду хорошо, потому что источники, я считаю, здесь очень замечательные. Они очень хорошо пьются. В Марианских лазнях одна из самых... Вода здесь как бы очень пригодна к питью, именно вот людям, да, с различными заболеваниями. Она очень легко пьется, приятненькая. Ну, смотря, конечно, желудокисточного тракта, заболевания, ухронический гастрит, да, язвы. То есть, конечно, им надо уже подходить тонко к этим пациентам. Заболевания крона или язвы, николит, аутоиммунного характера, да. Тогда у них, конечно, очень надо подход с источниками, как бы проконсультироваться. Источники, что они еще делают, это очищают сосуды, да. Так как в основном, чаще всего, это мы еще очень хорошо здесь, как бы, пролечивается и подагра. Подагра, когда повышение мочевой кислоты. У 90% мужчин после 50 лет он есть, да, эта подагра. Поэтому она очень хорошо очищает. Это Рудольф, источник амброжево, Каролина. Очень хорошо очищает пучки от этих солей. Вот. И мочевая кислота, потому что мочевая кислота, да, еще не только нарушает суставы, да. А это образует камни в почках. Поэтому мы это тоже лечим. И также пациентов, у которых повышенный холестерин, тоже, тоже... Большая группа, да. Да, эта вода тоже очищает, промывает сосуды от жирового накопления. В сосудах тоже очень эффективно. Чем отличается свобода от других курортных домов на курорте? В звезде. Мы трехзвездочный отель, а не четырехзвездочный отель. А так, в принципе, все процедуры у нас, как в четырехзвездочных отелях, то же самое. И она чем еще отличается? Она небольшая, очень уютная, очень удобная, да. Комната здесь, номера здесь большие, светлые. Здесь тихо. То есть я знаю, да, что я могу сказать, просто это мое мнение, личное мое мнение. Все процедуры, они почти все одинаковые, да, во всех этих, но просто, может быть, ванная комната там побольше четырехзвездочных, да, там как бы приятнее, да. Или там, может быть, чуть-чуть еда, чуть-чуть отличается. В принципе, у нас в столовой, то есть в ресторане готовят тоже очень хорошо, очень вкусно. Я, например, очень довольна. Я тоже хожу на обеды. А есть диетическое питание? Да, можно договориться, конечно, диетическое питание тоже. Это мы обговариваем с заведующим нашего ресторана. Я пишу направление пациентам, что там сахарный диабет у кого-то, да, кому-то надо без лактозы, без глютена. То есть пациенты должны к нам приезжать, чтобы расслабиться, отдохнуть психически, похудеть, много двигаться, потому что у всех артроза, да, это зависит от движения, от гимнастики. При лечении с источниками желательно не пить алкоголя, да, чисто уже приехать, пролечиться, да, именно источниками. Марианские лази настолько они расположены шикарно, что и вода здесь хорошая, и воздух чистый, да. Вокруг промышленности нет. У нас все по времени, пациенты должны вовремя прийти. Я думаю, я считаю, что у нас все порядок. Персонал у нас очень замечательный, как несестра, как и массажисты. Почти все стараются говорить на русском, на немецком. Я умею много языков, поэтому я могу принять и поляков, могу принять и словаков, могу принять даже англоговорящих. Очень много пациентов, которые приезжают сюда регулярно. Некоторые приезжают и в год два раза. Это говорит о том, насколько здесь хорошо. Да, да. А какой вы рекомендовали срок прохождения лечения? Ну, желательно две недели минимально. Хотя мне пациенты говорят, которые были даже неделю, говорят о хорошем эффекте, которые повторно приехали и сказали, ой, вы же говорили, что неделя мало, но мы так хорошо почувствовали себя. Это так нам надолго хватило. Поэтому это все решается индивидуально. Желательно хотя бы на две недели приехать. Десять, четырнадцать, двенадцать дней. Оптимальный срок максимально, имеется в виду, да, максимально, ну, четыре недели. В Чехии у нас могут лечиться и пять недель. В основном у вас астматика, ревматический артрит, вот такие заболевания. Процентом с бронхиальной астмой в какой период лучше приехать? Лучше приехать, когда еще нет цветения. Это где-то март, апрель, май, июнь, он очень плохо для астматиков. Спасибо вам большое за интересный диалог, рассказы о отеле. Действительно, понимаешь, чем живет отель и о том, что гости возвращаются на лечение. Приезжайте к нам лечиться. Будем очень рады вас видеть у нас. В санаторий Свободы. Да, в санаторий Свободы. Все лечебно-оздоровительные процедуры проходят в здании Палладио, который соединен крытым теплым переходом с санаторием Свобода. Лечебно-оздоровительные процедуры, такие как уколы и углекислые ванны, проводятся на углекислом газе из собственного источника Мария. Больнологи утверждают, что намного эффективнее, чем медицинский газ. Вот, собственно, и сам крытый переход между зданиями. Сергей, расскажите, пожалуйста, что это за источник у вас здесь? Источник Йозефа нашли совершенно случайно при бурении скважин, при обследовании лесного источника. Когда сделали анализ этой воды химической, обнаружили, что это не лесной источник, а что это совершенно другой источник с другим химическим и минеральным составом. Этот состав нам как раз хорошо подходил для того, чтобы его применять и для минеральных ванн, и для питья. Так как он содержит в себе очень много магния, то он показан для людей, которые имеют проблемы с неврозами, психическими отклонениями, также с болезнью сердца. Потому что магний хорошо, этот натуральный магний хорошо внедряется в клетку и стабилизирует работу мышц сердца. И также в нервной системе он как медиатор в сопровождении нервных импульсов. Также очень много содержится в этом кальция источники, что является очень хорошим медикаментом для того, чтобы лечить женщины, которые имеют проблемы с остеопорозом. Такой натуральный кальций хорошо усваивается костями и предотвращает размягчение костей. Также он хорош для детей, когда формируется скелет и зубы у детей. И дополнительно еще хочу сказать, такая комбинация кальция и магния очень хорошо влияет в профилактике онкологии. Потому что последняя работа научная показывает, что магний играет ключевую роль, хороший магний играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Другие компоненты помогают людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Если у кого-то есть хронический запор, то натрий или хлорид, он может способствовать тому, что стул будет более мягче и нормализует суточный ритм желудочно-кишечного тракта. По содержанию углекислого газа он большой, но приятный для питья, не вызывает никаких гастритов или каких-то обострений у людей с заболеваниями желудка. Скажите, можно ли пить этот источник без назначения врача? Этот источник в большом количестве, конечно, без назначения врача пить нельзя. Тут и написано на табличке, что по рекомендации с врачом. Источник пьется до еды три раза в день в количестве чашечки или двух чашечек для того, чтобы тело смогло вывести то количество воды, которое человек выпил без переверчения дозы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...